Ну что, будем смотреть, что тут происходит. Куры живут у меня на даче сами. Я приезжаю к ним один раз в несколько дней. Упало яйцо, и я это услышала. Сейчас вам покажу. Мокрое. Вот оно. Вот оно, яйцо. Мокрое. Здесь несет вот эта курочка. И оно скатится в дырочку. У меня эти гнезда с дыркой. И упадет потом в яйцесборник. Но я забрала быстрее. Сегодня для кур хочу дать буряк. И поэтому, наверное, сейчас хотя бы один ряд уберу. Для того, чтобы выбрать мелкий. И как раз будет для кур. Средний и крупный пойдет на хранение. Крупный я буду постепенно всю зиму кормить кур. А средний будем кушать. Поэтому сейчас пару рядов буряка буду убирать. И заодно будет потом легче. Чтобы не сразу весь, а постепенно. Вот такой пойдет для кур. А вот такой пойдет тоже для кур. Но чуть-чуть позже. Зимой. А вот такой, вот такой мы будем кушать. Вот такой размер буряка это оптимальный. Он всегда и вкусный, и сладкий. Я заметила, что вот такого размера буряк всегда очень-очень сладкий и вкусный. Помидоры я свои не убираю. Они у меня стоят до первых морозов. Вот когда уже будет мороз, вот тогда я буду уже их убирать. А вот здесь хочу показать вам... Смотрите, вот это все пасынки. Это все пасынки, которые вышли из низа ствола. Вот, смотрите, из каждой пазухи листа. Вот, смотрите, три пасынка. И посмотрите, сколько здесь помидоров. Видите? Я вам говорила, что ничего я в помидорах не трогаю с определенного времени. И показывала, когда это я начинаю. Все у меня в видео есть. И вот, смотрите, эти помидоры еще успевают поспеть. Вот такая красота. Лист красивый, здоровый, чистый. Лист красивый, здоровый, чистый. И вот смотри. Кто-то настоящий. Пон num común. Т显格, молодой, чистый. Кто-то красивый кро, чистый. Н е ам приются. Кто-то рыб keeplam. Кто-то sculptures. Кто-то draufся, Studi f lemаз. Кто-то бор,awat. Кто-то gleich queda. Кто-то thrill. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все лето не кушали буряки, соскучились... Обязательно даю овощи своим курочкам, потому что у них в свободном доступе зерносмесь. Продолжение следует... Здесь много витаминов, а для наших кур в осенне-зимний сезон очень-очень нужны витамины. Продолжение следует... Продолжение следует... Собрала под яблоней еще яблоки... И хочу дать индюкам, но решила еще и курочкам немножко дать яблок. Это все витамины. Мои куры получают витамины из овощей и травы. Все возможные фрукты, овощи, зелень... Вот это все... Это все витамины для кур. Это самые лучшие витамины для кур. Продолжение следует... 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 эти курочки тоже получили витаминки яблоки тоже и в этот вольер а вообще-то яблоки изначально были для индюков и смотрите уже четверть ведра нету оставляю индюкам в ведре ведре удобнее кушать чем в ящике я конечно знаю что они быстро скушают эти яблоки но в ведре они больше сохранят свои витамины и останутся свежим виде думаю что вот такого ведра для этих этого количества индюков на один день сегодня они уже это все скушают цыплятам тоже даю буряк но их гоняет квочка мама только они подходят к буряку она их прогоняет что-то вот 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Скорлупа ореха не твёрдая, но вот он такой меленький Дальше идёт вот такой орех, это сортовой, это сортовой, вот такой крупный И причём ядро этого ореха тоже вот такое крупное, скорлупа тонкая Вот такой есть орех К сожалению, название сорта не знаю, мне этот орех привезли из Закарпатья И вот такой орех тоже привезли из Закарпатья Посмотрите, какой он Вот такой крупный, вот такой вот огромный орех Если сравнивать с вот этим, то вот видно разницу Сразу видно разницу И вот такой орех Вот он, видите? Большой, такой крупный орех Но что хочу вам сказать по поводу вот этого крупного ореха Не гоняйтесь за таким крупным орехом Самый лучший орех это вот такой Вот это самый лучший продуктивный орех А вот это орех, я называю этот орех мебельная фабрика Потому что здесь дерево больше, чем самого орешка Очень толстая, огромная скорлупа Да, конечно, приятно держать такой огромный орех Всё понятно Но когда его раскрываешь Ядро этого ореха точно такое же, как и в этом орехе А всё остальное составляет дерево Как я говорю, мебельная фабрика То есть производство дерева Очень много отходов от этого ореха Поэтому красиво, приятно Но как бы из всех трёх орехов Я просто обожаю вот этот орех Насколько он вкусный Полный, полное ядро Я бы разбила вам, но у меня рядом нету молоточка Вот это самый лучший, самый лучший орех В этом году орехов очень мало Вернее, орехов много Но так как за всё лето не было ни одного, ни единого дождика Орехи все высохли прямо на дереве И сейчас осыпаются все сухие орехи Поэтому в этом году с орехами будет не очень хорошая ситуация Девчонки Готовя Орехи фавероль с красной бородой совершенно не думала снимать 4 240 вот у меня сейчас здесь мешки вот у меня кто здесь сидит 4 240 45 дней вот он вот такой огромный 45 дней уже бройлер вот так вот хорошо растет бройлер на вот таком комбикорме пришла помощница они без тебя справятся все скушают давай выходи вообще не планировала взвешивать но думаю а ну-ка посмотрю думаю попробую интересно просто аппетит хороший кушают хорошо совсем немножко хлеба у меня вот такое небольшое ведерко и мне надо всем всем поделить поровну дома собираю хлеб и привожу остаточки размачиваю в воде и всем понемножечку даю а не видит квочка цыплятам дам хлеб идите кушать пока не видит мама быстренько идите пока никто не видит в общем вольере сделать это очень сложно потому что сейчас быстро все обнаружат хлеб петухи прорываются хотят срочно давайте им хлеб а но от а да а а а а а в Главное распробовать. Главное распробовать. Главное распробовать. Сегодня могу выпустить кур. Кур на улицу, на свободный выгул, на траву я могу выпустить только тогда, когда я уезжаю с дачи очень поздно. Когда потемнеет, чтобы куры могли зайти в курятник. И я должна их обязательно закрыть. И сегодня я опять могу их выпустить. Еду домой сегодня поздно. Хочу много всего успеть сегодня сделать. Поэтому выходим по одному. Пока есть такая возможность погулять на траве, нужно ею пользоваться. Хосты кушает. Так мы не договаривались. Поехали. Хочу. Я не могу. Поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, как вам показать цыплят. Они людей не видят и очень-очень боятся. Вот когда я открываю клетку, вот такое тут творят. Я обязательно мою чашечные поилки, потому что остатки комбикорма закисают в этой воде, и это нехорошо для птицы. Ну и, конечно, подсыпаю комбикорм, чищу поддон. Но это совершенно пару минут уходит на содержание вот таких красивых цыплят Амираукана. Цыплята растут, становятся красивыми. Вот, сбились все в кучку. Но они быстро привыкают. Когда я уже уезжаю, все здесь нормально. Все ходят уже. Не могу показать, не видно их. Хочется вам показать их, какие они красивые. Но вот так боятся. Вот такие уже большие цыплята. У них здесь тепло. Вода всегда есть, корм всегда есть. И растут в себе. Цыплят я ничем не пропаиваю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Так еще никогда не делала. Хочу попробовать. Обычно в миске куры очень сильно разгребают. Хочу вот так вот попробовать в ведре. Может быть, не сильно будут разгребать. Яблоки уже съели. И здесь тоже хочу вот так в ведерке им поставить. В ящике, конечно, разгребают очень быстро. И теряется ценнейшего продукта. А так с ведерка каждый себе возьмет и не будут разгребать. Субтитры сделал DimaTorzok И помидоров ещё много, ещё очень много. Не знаю, как вам показать. Здесь у меня колышки сломались. На следующий год нужно делать их поболее толстыми и прочными. А если бы эти колышки не сломались, сейчас бы очень красиво было бы видно, сколько ещё зелёных помидоров. Вот так растение легло на бок. И я уже ничего не трогаю до морозов. Не рву зелёными. Всё, что успеет поспеть, то соберём. Помидоров ещё очень много. Это у нас сегодня октябрь месяц. А это гаргамель. Я думаю, вам видно, сколько ещё помидоров. Это всё помидоры, которые ещё не поспели. Несмотря на то, что лист уже постарел. А помидоров, посмотрите, сколько. Вот. Фиолетовый он к солнышку, а здесь он зелёный. Вот, посмотрите. Это ещё не поспевший помидор. С одной стороны, вот он, видите, зелёный. А он должен быть оранжевый. Это ещё не спелый помидор. Сколько их много. Ещё доспевают. Листья, конечно, уже стареют. Это всё понятно. Но помидоров ещё очень много. Покажу вам мохитос в октябре. Бенигара в октябре в открытом грунте. Все помидоры у меня стоят до первых моментов. Октябрь – это калибри. Калибри в открытом грунте. К сожалению, палочки у меня в этом году не выдерживают. Всё это у меня. Сломалась опора. И поэтому вот так вот мы не видим всей красы калибри в открытом грунте. Опора вся поломалась. И собрано здесь помидоров очень много. Я вам показывала все сборы помидоров. Помидор апельсин. Посмотрите, какой он высокий. Какой он большой, огромный. И если хорошая будет опора, если хорошие будут колышки, то этот помидор тоже может расти до первых морозов. Много внутри. Не знаю, как показать вам. Если хорошая опора, то помидоры просто завалят урожаем. Очень много. И вот такие вот они высокие. А вот бенигара в теплице. Тоже очень много ещё помидоров. И все они спеют. И постепенно я их здесь собираю. Вверх уже не горит, потому что температура уже не такая высокая. Пока морозов нет, помидор прекрасно себя чувствует. И посмотрите, тоже бенигара пустила пасынки. И уже на нижних ярусах тоже во второй оборот пошли помидоры. Это в теплице. Тоже касается касты. Каста или же супернова. Это один и тот же помидор. Вот, посмотрите, как верхушки дают ещё плоды. Огромные, причём такого же качества плоды, как были и на нижних ярусах. Это очень-очень хороший помидор. Каста или супернова. В этой теплице у меня сидят цыплята. Теплица переделена на две части. Здесь у меня цыплята амероукана. Если подойдут, сейчас покажу. А ну идите сюда. Идите сюда, они всегда ко мне подбегают. Вот мои красавцы. Я им приношу что-то вкусненькое, они знают. И вон там третий цыплёнок. С той стороны теплицы у меня другие цыплята. Вон немножко их видно. Принесу им обязательно что-то вкусненькое. Эту дверь пока не закрываю, потому что днём жарко, а ночью прохладно. Поэтому ставлю вот такую вот широкую доску, чтобы снизу, там, где именно они находятся, не задувал ветер. У этих цыплят стоит там ящик. Они в нём спят, как в домике. И у них есть ещё насесты, на которых они тоже хорошо сидят. Это я определяю по количеству помёта под насестом. Вот так уже выросли мы. Вот такие красивые. Спрашивали меня про мышей и крыс, которые в курятнике. И вот смотрите. Эти мыши и крысы, они даже не успевают дойти до курятника. Потому что у меня вот такие кошки есть. Вот такие коты у меня есть. Курятники, мышей и крыс у меня никогда нет. Они просто не успевают дойти до курятника. Потому что есть коты. И фактически ради этого я завела себе вот такую кошку. Она ловит всех мышей. Как только их увидит. И думаю, что и барсик тоже уже их ловит. И вот так вот. 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 И вот так вот.